Мухи должны быть отдельно от котлет Вы женат? Нет И ваша подруга тоже? Скорее всего, речь идет о неразделенной любви Чем по-вашему занимаются друзья? Неважно, будь то женщины или мужчины Они делятся секретами и сплетнями Гуляют и ходят в кафе Дружба – это почти отношения Только без поцелуев и секса А также притязаний на руку и сердце Говорят, что настоящие друзья – это одна душа, живущая в двух телах Так почему нельзя переводить подобные отношения Из ряда платонических в ряд физических? Всем привет! Сегодня поговорим на тему секс по дружбе Реальность или миф? В эфире Чат Девчат И мы его ведущие Сиденина Алена И Оля Найс А стиль ведущих от сервиса проката платьев Натальи Кравчук Алена, похоже, мы с тобой сегодня по разные стороны Баррикад, потому что я считаю, хоть мне это выражение не нравится Но мухи должны быть отдельно от котлет С друзьями дружат, а не спят Ну, это мы сегодня с тобой выясним И послушаем, что по этому поводу думают наши гости И давайте поаплодируем нашим дорогим экспертам Сегодня в студии с нами Алексей Гагарин Ведущий и шоумен Ольга Войновская, психоаналитик И Владимир Шевченко, сексолог Здравствуйте! Ну и, конечно, давайте поприветствуем нашего стилиста Эльвиру И, конечно, нашу модель Дарину Сегодня Эльвира продемонстрирует Какой макияж нужно выбирать На вечерний выход Поход в клуб Или, может быть, просто вечеринку В нашу программу обратилось множество людей Тема заинтересовала многих И сегодня у нас целый калейдоскоп истории Которую расскажут наши герои Свою первую историю расскажет Денис Он верит в дружбу без секса И сам находится в таких чистых, правильных, дружеских отношениях Ну что за бред? Вот я ему не верю Внимание на экран! Добрый день! Меня зовут Денис Астахов Я родился и вырос в городе Симферополь Окончил театральный колледж при театре имени Горького По образованию актер театра и кино преподаватель В данный момент я учусь на режиссера драмы Третий курс заочной формы обучения Работаю в библиотеке имени Франко Библиотекарем первой категории Увлекаюсь фотографией Увлекаюсь джонглированием Также я был каскадером И дублировал главного героя Андрея Баршака В фильме «Чужая кровь» Также у меня есть опыт в съемках кино От массовки до групповки И, соответственно, каскадерская работа Также был участником великого русского слова Сначала был страх Страх джонглирования больше ножами Но этот страх, он борется Я его поборол, мне это нравится То есть мне нравится преодолевать какие-то препятствия Чтобы тебе потом было комфортно И ты мог с этим импровизировать Мастерство рождается, когда ты уже владеешь этим И ты импровизируешь Я считаю, что дружба между мужчиной и женщиной существует Для меня дружба — это, в первую очередь, взаимопонимание с человеком Когда ты можешь рассказать про свой, например, сегодняшний опыт Что ты увидел И спокойно рассказать При этом не напрягаясь Ты можешь рассказать, поделиться своими впечатлениями И не бояться о том, что тебя осудят или будут критиковать Если между мужчиной и женщиной, как у друзей, нет некой физической симпатии А есть некая эмоциональная связь Либо какая-нибудь рабочая связь Вот, вы тоже можете обсуждать это и говорить об этом Не значит, что если девушка, то сразу сексуальный объект Нет, это, в первую очередь, личность И вы общаетесь В процессе общения вы развиваетесь Так, Денис, в нашей студии Давайте-ка мы его пригласим Пожалуйста Проходите к нам И расскажите поподробнее про свои отношения, которые вы не опорочили с сексом Мою подругу зовут Катя Она старше меня на два года Мы дружим с детства, так сказать, семьями Вот И с детства я привык к ней относиться как к сестре Поэтому у меня нет к ней половой тяги Ну, мне кажется, вот так вот тебя Денис ловко доказал, что не думает А вы не думали о том, что, возможно, у нее есть эта связь и тяга? Тяга, да? Нет Почему? Я в этом уверен, потому что мы общаемся, как правило, о работе, либо о семье, о каких-то проблемах Но никогда не было вопросов о том, что нравишься ли ты мне или нет Ну, не было таких... Стреляющие глазки в вашу сторону? Нет, нет Нет Мне кажется, это идет отношение еще самого знакомства Потому что они познакомились в детстве Он к ней относится как к сестре И это у нас просто вот на подкорках заложено, что со своей сестрой мы заигрывать не будем Или с братом, правильно? То есть мы с ними дружим Поэтому он просто свою подругу Катю и не воспринимает как сексуальный объект Ну, не знаю, здесь я с тобой не согласна Денис, скажите, пожалуйста, а вы женат? Нет И ваша подруга тоже? Не замужем Не замужем, да Не замужем Вот Тогда в чем, собственно, проблема, да? Ну, проблема в том, что и существуют другие женщины Существуют А то есть для вас она не является женщиной? Сексуальным объектом нет Сексуальным объектом Как часто вы видитесь? Раз в месяц, два, может Ну, это очень мало, да Это мало Очень мало Но здесь, знаешь, я все-таки на стороне Дениса Потому что я изначально поставила такую точку, что дружба отдельно, постель отдельно Потому что это получается как в детском саду Знаешь, утром мы с тобой дружим, вечером мы здесь, значит, легли в одну постель Опять же У каждого свои проблемы, у каждого своя жизнь личная, тем более Как вы, вот если на минуточку сейчас представить, что вы со своей подругой, вот, ну, сошлись Живете вместе Мы бы не жили вместе Почему? Почему это невозможно? Ну, у нас нет тяги У нас нет физического обличения Это пока Мы просто друзья Ну, вот вам, Катерина, нравится как девушка? Внешность нравится? Как девушка, в принципе, да Вот, в принципе, да, смотрите Подождите, одна зацепочка, хорошо А фигура нравится? Вот полностью образ девушки нравится И вот она вам дает внимание Глазками вам стреляет Начинает обхаживать Видеться чаще, звонить Говорит Денис, здравствуй А может, мы с тобой увидимся Вот ты уже почувствуешь эту влеченность Что ты будешь делать? Да, конечно Вопрос к нашему герою Скажи, пожалуйста Алексей Гагарин Спасибо, спасибо Не утруждайтесь Вопрос-то какой? Неужели ты думаешь, что Примером, который ты привел Что ты видишься с одной девушкой Раз в месяц Можно подтвердить вот всю теорию того Что секс при дружбе неуместен И не работает Ну, я же вижу С не с одной девушкой вместе Ну, с другими ты-то спишь Ну, с другими он не дружит Так, как с ней А почему вы решили, что он не дружит? А почему? Я скажу, вот Денис, а вы же так не дружите С самого детства Алексей, это дружба С самого детства Не надо путать Ну, ради бога Ну, можно из детства Можно и попозже Смысл не в этом Смысл в том, что у меня тоже Вот есть одна подруга Я с ней не сплю Но она лесбиянка Вот только поэтому В любых других случаях Мне кажется, это неуместно То есть, она как бы Вы не в ее вкусе То же самое Спасибо Ну, для меня это нормально Хорошо, что я не в ее вкусе Да, да Просто я думаю, что этот пример Не подтверждает, что один раз в месяц Он видится с какой-то девушкой Может, у них вообще такая дружба Что за друзья видятся один раз в месяц Говорят о работе и расходятся Ну, можно более теплые отношения По дружбе создать Спасибо, Алексей Мы вас услышали, Денис А у вас есть другие девушки, друзья? Конечно Но не с самого детства Не с самого рождения Ну, например, коллеги по работе Либо коллеги по учебе, да А с ними хотелось бы Каких-то более тесных Ага Денис уже Противоречия Залывался, да? Вот именно общаетесь, да? С другими девушками? Вот честно Конечно, общаюсь Видитесь каждый вечер, например, С друзьями с компанией Нет, не каждый вечер С друзьями вы не видите Вот видишь все-таки А если бы вы виделись каждый вечер? Даже времени нет Поэтому Можно? Можно? Конечно нужно Давайте мы вас представим Это у нас сексолог Даем ему слово Владимир Шевченко Я не вижу здесь конфликта Почему? Потому что, ну, влечения-то не было Да, то есть Была одна дружба Но секса-то не было Да, то есть Ну, идея эта заключается в том Что останется ли дружба После сексуального контакта Вот об этом мы сегодня и говорим И, кстати, вопрос свой Хотела вам адресовать Раз уж время пришло Раз уж вы взяли микрофон Ницше сказал, что дружба Между мужчиной и женщиной Может существовать Лишь в том случае Если у одного из партнеров Есть какой-то маленький процент Отвращения в сексуальном плане К другому представителю Этой дружбы, да? Как вы считаете? Это правильная точка зрения? Ну, я думаю, что В любом случае Два партнера Которые занимаются сексом То они должны быть друзьями В первую очередь Один из моих коллег Московский сексолог Сказал, что Сексом хорошо заниматься С тем человеком С которым без секса хорошо Оля Ну, знаете, я тоже хочу прокомментировать Совершенно понимаю Дениса То, о чем он говорит Вы понимаете, психологи Ведь давно знают Такую ситуацию Что любовь и дружба Это две совершенно разные эмоции Там, где есть любовь и секс Ну, по идее Или хотя бы Пусть не будет любви Но есть секс Там совершенно другие эмоции А когда есть дружба Мы немножко раскрываемся Теми сторонами Которые в сексе Не очень-то интересны И позволительны Понимаете? Мужчина в дружбе Показывает свои проблемы Ну, там Не очень мужские А в сексе Он все-таки должен быть самцом А если девушка показывает Или женщина В дружбе Какие-то свои недостатки Как физические Так и психологические То в сексе Она должна быть Все-таки красивой самочкой Поэтому, конечно Любовь и секс Любовь по Секс по любви И секс по дружбе Ну, вот Второе слово Словосочетание Очень само себе противоречит Но Это словосочетание Оно существует И в современном мире Мне кажется Очень часто практикуется Значит, тогда Люди скрывают свои чувства И то, что сказал Ницше Это, скорее всего Речь идет о неразделенной любви Если существует Секс И говорят по дружбе Просто люди скрывают Свои чувства Или, может быть Стало модно Иметь сейчас чувства Но чувства там должны быть Хотя бы сексуальные Спасибо Спасибо большое, Ольга Вот, Оль Все равно Я считаю Что секс по дружбе Он может быть То есть Денис тебя Не переубедил Хорошо Какие у тебя есть Козыри в рукавах Вот К нам сейчас придет В студию девушка Которая, в отличие от Дениса Не побоялась Связать секс И дружбу воедино И давайте посмотрим Как у нее это получилось И как она об этом отзывается Меня зовут Анфиса Третьякова Я родилась И живу в Симферополе Очень люблю свой город Сейчас я учусь На курсах парикмахеров Ну, кстати, это можно заметить По моему необычному цвету волос Я экспериментирую Сама на себе же Сама являюсь своим полотном Я думаю, что любая девушка В юности Начинает писать стихотворения В период первой влюбленности Также я в 12 лет В пубертатный период От гормонов, естественно Начала писать Но потом уже появились Более серьезные темы Пытаюсь оттачивать свое мастерство В данный момент У меня достаточно свободного времени Я стараюсь посетить Как можно больше Каких-то выставок Художественных Литературных мероприятий Я занимаюсь самообразованием Поскольку сейчас интернет доступный Доступны лекции уровня МГУ Поэтому я восполняю пробелы Как себя не обманывай Но дружбы между мужчиной и женщиной Все-таки быть не может Поскольку инстинкты Ну как ни крути Человек один другого Все-таки пол противоположный Рассматривает как потенциального партнера Что ж, ну а более подробно Мы пообщаемся с нашей героиней После небольшой паузы Вы не жалеете о своем поступке? Мы очень долгое время дружили И именно на дружбе Наши отношения и сложились Вы либо нам не признаетесь Либо ваша подруга что-то утаивает от вас Наша следующая героиня Уступила своему другу И они перешли грань дружбы И он почти стал ее мужем Рассказывайте Почему почти мужем? Да Ну, мы очень долгое время дружили И именно на дружбе Наши отношения и сложились Это был такой своеобразный эксперимент Я была вне отношений Он тоже был без отношений И можно сказать Нас друзья заставили Говорят, а вы попробуйте Может быть у вас что-то получится И это переросло у нас В любовные отношения Вот, Анфиса, я вас абсолютно поддерживаю Вы через дружбу Не боялись переступить И не упустили своего Почти главного Человека в своей жизни И испытали с ним потом Еще очень хорошие эмоции Вы не жалеете о своем поступке? Нет, не жалею Я считаю, что вообще Мало о чем в жизни нужно жалеть Это все опыт Хороший, плохой ли Все-таки опыт Я вижу, что Алексей Гагарин Сидит с микрофоном И ему микрофон не дает Просто спокойно сидеть И он прям хочет что-то сказать Анфисе Спасибо Да, просто друзья хорошие у тебя Молодцы, что поддерживаю Алексей, вы тоже хотите, да? Таких знакомых и друзей У меня есть Уже есть Спасибо Что скажет наш психолог Отношения после Вот, начало отношений После хорошей и крепкой дружбы Это здорово? Дело в том, что то, что описывает Анфиса Скорее всего, это была та дружба Которая все-таки Становилась основой Для более серьезных отношений Да, это есть такой этап в отношениях Когда люди присматриваются и дружат И разделяют сначала какие-то общие взгляды Ценности там Присматриваются к характеру Это немножко другая дружба Не та дружба, о которой говорил, например, Денис Поэтому очень я одобряю такую дружбу Которая потом превратится в любовь наверняка И может быть даже уже сейчас это есть То есть это вот немножко другая дружба В отличие от той, о которой сегодня говорил Денис Так, давайте все-таки разграничим Что такое дружба А что такое приятельство Потому что вот сейчас Анфиса говорит про дружбу Про какую-то дружбу Была дружба, Анфиса Это было приятельство Если Денис вышел И сказал, что он дружит с этой девушкой Уже с самого чуть ли не рождения То у вас, можно сказать, была просто приятельская какая-то ситуация Нет, я бы не сказала, мы работали вместе И поэтому мы долгое время общались друг с другом Именно на почве общих интересов Вот мы сошлись А потом возникли чувства Я не отрицаю, что может быть все-таки стоит попробовать А потом это все-таки физиология и химия Вырабатывается гормон привязанности, окситоцин И как бы это такое Можно, да, сказать Между друзьями тоже гормон привязанности вырабатывается То есть нужно как бы определиться Что такое дружба А может быть это был приятель или товарищ То есть очень много можно назвать слов Которые определяются Есть же у меня одна маленькая ремарка С моей стороны это была дружба Но как потом оказалось И я так подозреваю С его-то стороны, естественно, были симпатии Анфиса, скажите, пожалуйста Чем закончилось-то все, собственно Да, вот тут я вас разочарую К сожалению, да Свадьба дела не закончилась И более того Я попыталась Так случилось, что мы расстались Я попыталась Сохранить хотя бы приятельские отношения Но он мне сказал, что Дружбы между мужчиной и женщиной не существует И если мы расстаемся То исключительно врагами Вот так И стоило ли рисковать ради этого? Дружба между женщиной и мужчиной не существует Нет, вот уже говорит не первый человек Денис, ну-ка прокомментируйте Это вы либо нам не признаетесь Либо ваша подруга что-то утаивает от вас Возможно, у подруги есть тоже своя личная жизнь Она не переплетается с моей личной жизни Нет, дружба между мужчиной и женщиной существует И у нас нет тяги Вопрос, вопрос есть у меня, серьезный Давайте, Алексей Скажи, а как выглядит девушка, с которой ты хотел бы иметь сексуальные отношения? Девушка, его мечты Па-па-па-па Ну примерно, ну примерно Там, короткие, длинные волосы Ну точно не как Алексей, да? Ну понятно, да То есть, сто процентов А шутка века-то, а? Она должна быть очень обаятельная, харизматичная У нее должно быть свое видение Она должна отличаться чем-то от других А к чему это, собственно, спросили? Сейчас я поясню Она должна быть не просто красивой, она должна быть индивидуальностью Личностью Она похожа на твою подругу? Нет Вот и ответ И что? Все дело в том, что секс в дружбе это нормально Секс без дружбы тоже нормально Вообще секс нормально Секс в принципе это нормально, Алексей Я вам так скажу И плюс к этому, что если человек симпатичен, то мы по-любому его захотим Ну вы знаете, как произошло, кстати, у Анфисы, правильно? У вас же возникла симпатия Тут просто обрезали возможность, ну типа, все, я тебе больше не дам Естественно, он обиделся Наверное, да еще У меня такое впечатление, что Алексей сейчас говорит про какую-то свою личную историю С личной драмы Давайте поговорим Потому что, так как сказал Денис, они знали друг друга с детства Он определил вот это слово, мы как брат и сестра То есть это понятно, что это дружба, интересы, скорее всего профессиональные какие-то интересы И у меня такое впечатление, что Алексей хочет говорить Слушай, если ты с ней дружишь, давай-ка ты с ней переспи Или ты не мужик Но я готова вам Я такого не говорю Мне, кстати, мне, кстати, всегда Вы знаете, что? По слабой категории это именно так Поэтому, действительно, здесь сейчас звучит два вида дружбы Дружба, которая имела отношение, ну, потенциал любви Более того, вопрос-то сейчас вырисовывается такой Есть ли дружба после секса? Давайте поговорим об этом Давайте поговорим об этом Я еще хотел добавить, какого качества этот секс был Это что-то мимолетное было Но все мы хотим какого-то секса длительного и продолжительного Но что мы вкладываем в это понятие секса И что понятие вообще секс для девушки То есть у некоторых девушки говорят У меня давно уже не было секса А вчера что было? Ну, это разве секс? Антиса, ну а вы сами верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Ну, наверное, это в порядке исключений То есть после такого Сейчас у меня на данный момент есть коллега, поэт Он нетрадиционной ориентации И тут уж априори у нас исключительно дружба Но вы так тепло о нем говорите Да, что как будто бы он вам уже нравится Вы опять хотите антису наступить на те же грабли Послушайте Дениса Мне он действительно нравится Спасибо за откровенно И то есть вы допускаете момент, что вашу дружбу секс бы не испортил? Нет, не допускаю Ну хотя может быть где-то в глубине души Не знаю, не знаю Я всерьез об этом не задумывалась Спасибо Мне иногда, Алена, знаешь, что непонятно Когда друг приходит к своему другу и говорит А давайте ради здоровья Давайте ради, вот чтобы поддержать Я смотрю, Оля улыбается У нее есть что сказать по этому поводу Я, например, не согласна с этим Потому что ради здоровья можно, ну, там, пойти попить воды, да Позаниматься фитнесом Что это значит ради здоровья пойти все это дело? Вы знаете, я, конечно, взгляд, наверное, больше такой философско-психоаналитический скажу Дело в том, что человеком человеком сделала некоторая сублимация сексуальной энергии Мы не должны сексуальное напряжение удовлетворять мгновенно и сразу Иначе мы бы остались животными Конечно же, некоторое напряжение в этом смысле должно оставаться Чтобы писать стихи, рисовать картины И все такое самое красивое, что есть в культуре у людей, иметь Поэтому, что имеется в виду, вот то здоровье Конечно, злоупотреблять нельзя Таким тоже, мы понимаем, наверное, сексолог меня поддержит Злоупотреблять воздержанием тоже, наверное, нельзя Это и для здоровья опасно Но вот эта золотая середина с некоторым томлением и воздержанием, она полезна С другом Вот смотрите, как получается Нет, все такие, нет, я не согласна Анфиса занималась своим развитием, правильно? Она училась И вот Денис как бы тоже окончил И он разрешил дополнение То есть был тот момент, когда вы еще со своим избранником, будущим почти мужем Дружили, да, и уже вступали в близкий контакт, в близкую связь Был же этот период, когда вы еще не были точно парой, но... Нет, мы вот когда договорились уже, что давай попробуем себя в отношениях любовных, скажем так И просто подключили свою дружбу к вашим отношениям Вот очень гармоничная ситуация Эксперты, а вот вы что скажете? Я считаю, что здесь, подожди Мы договорились, мы договорились А почему? А что здесь такого? Что это значит? Мы договорились Вот смотри, симпатичный у тебя там, например, друг Но именно чтобы он был твоим будущим мужем или парнем Ты не хочешь Вот воздержание как бы вредит даже тому же здоровью Вот что делать? Но он симпатичен, не будет тебе противен Почему бы не подружить именно таким способом? Точки над «и», потому что чем ты дорожишь больше, да? Своими сексуальными какими-то амбициями или действительно дружбой с этим человеком? Почему можно испортить эти свои дружбы? Да, пожалуйста, у нас мнение сексолога Нужно разбираться, в каких отношениях вы находитесь сейчас Дружба у вас, либо уже некая любовная связь, либо вы строите серьезные отношения, да? Обычно пары не договариваются, им сложно это понимать Вот вчера я с одной девушкой разговаривал на эту тему, моя клиентка У них завязываются новые отношения И ее мужчина уже требует от нее, чтобы она распрощалась со всеми своими ухажерами А он это все сделал по своему желанию То есть он так решил, что у них начинает строиться любовь То есть строится серьезное отношение Она еще не решила То есть один человек из пары уже понимает, что у них отношения А другой не знает или не догадывается об этом То есть они не договорились и каждый пребывает в своем статусе И эти статусы, они не понимают, что у них сейчас То есть очень важно с партнером договариваться и решить, что у нас сейчас У нас дружба и секс, либо мы строим серьезные отношения, или мы уже сходимся И у нас свадьба уже договорена, да? Денис, скажите, спасибо большое Я еще про здоровье хотел сказать Это сейчас секундочку, можно я хочу спросить у Дениса А спрашивали ли вы у своей подруги по поводу, были ли такие разговоры Ну, скорее всего, вы где-то отдыхали вместе, да? Она знает, что я симпатичный, но это не значит, что она будет ко мне проявлять интерес Алексей, в чем дело? Дайте, Алексей, микрофон Да, все порядка, мне просто нравится эта манера, мне очень близка эта тема Она знает, что я симпатичный и просто Она, наверное, не настолько Ну, а что ей надо сделать? Ничего Ничего, чтобы вы обратились Уже, уже ничего не сделает У нее свое Все, все А если вы узнаете, что вы ей нравитесь по-серьезному, то есть у нее проблема, она в вас влюбилась, что делать? То есть, получается, что дружба такая, какая была, ее уже не будет Уже не будет Дадите шанс? Ну, пусть переболеет Просто вы свою позицию сказали четко и ясно, да Ну, могу сказать, ну, как, я не могу к ней относиться, как к партнеру, к сексуальному, ну, я воспринимаю, как сестру Страшненько Страшненько Алексей, о чем дело? Ну, позвольте прокомментировать ситуацию и так Ну, вот мы тут философствуем, ну, неплохие тут частные случаи, но я вам хочу сказать, в практике мы видим следующую ситуацию в дружбе Романтический вечер, алкоголь, и бдительность теряется, и дружба часто превращается в сексуальные отношения На утро все проснулись и пожалели Поэтому, конечно, есть опасность, когда мужчина с женщиной дружат, и если там появляется алкоголь, вот там включаются другие вещи Поэтому я бы сказала бы Денису, что будьте бдительны в этом моменте Она не пьет Слава Богу, ну, просто имейте в виду Я бы хотел еще сказать о форме дружбы между мужчиной и женщиной, когда, допустим, брак распадается Уже вот люди расходятся, они понимают, что они дальше вместе жить не будут, да? То есть вот здесь вот дружба уместна То есть расходиться нужно, оставаясь друзьями друг с другом Да как же можно остаться друзьями, если ты этого человека любил? То есть это была не настоящая любовь, какие друзья? Взаимные претензии, ревность, безответная влюбленность со стороны одного из партнеров В сексе по дружбе может быть хорошо только одному А еще секс по дружбе помогает человеку открыться новым отношениям, когда не сложились предыдущие Так произошло с Александром, но мы с ним познакомимся после небольшой паузы Она не пьет Давай-ка ты с ней переспи, или ты не мужик То есть у нас сегодня групповушка Это вырезать надо Итак, у нас в студии находится Александр, который все-таки соблазнил свою подругу Дайте, Саша, пожалуйста, микрофон Саша, скажите, зачем вы это сделали? К нам пришла девочка новенькая, я ее не знал Но это была знакомая нашей управляющей, скажем так И у меня сразу такой интерес попался, чтобы переспать с ней Но не получалось, так как у меня отношения, у нее отношения И как бы, ну тут никак Хочется, но колется с обеих сторон Вот Она рассталась с парнем То есть в этот момент я поддержал ее, потому что мы уже на тот момент хорошо очень общались Все было классно, но у меня были отношения, то есть я не трогал Потому что в отношениях я там спокойный, уравновешенный, преданный одному человеку И когда я расстался с девушкой, она меня поддержала этот момент То есть все было классно, круто, отшучивались по этому поводу очень жестко Типа секс по дружбе, это нормально Я говорю, да-да-да-да-да Говорю, никаких отношений, только секс Вот То есть, спасибо большое Ну опять же, получается, какая это дружба? Это не была дружба Это была месть Мы очень долго общались У них была дружба до того, как она рассталась с молодым человеком Но вы таким поступком ответили взаимностью, да, на ее чувства Еще будучи в отношениях и посадили ее на скамейку запасных Я поддержал ее Вас совесть никак не колола по этому поводу? У меня все хорошо У меня все хорошо, сказал Александр Прекрасно Расскажите, Ася, какие у вас отношения? Какая же это дружба, это не дружба? Я хочу прокомментировать речь Александра Ну, во-первых, у него с совестью все нормально, потому что, заметьте, как он себя прилично вел, когда он в отношениях Просто молодец Но основным его посылом было то, что у него был интерес Это было не сексуальное влечение, не секс подруги, у него был спортивный интерес Это немножко другая иерархия мотивации его, поэтому тут нужно рассматривать иначе чуть-чуть эту вещь Денис, скажите, пожалуйста, а был ли у вас в жизни спортивный интерес к подругам? Ну, проявить впечатление, да А что-то большее? Что-то большее? Я больше ценю чувства Он слишком порядочный Что, прям к девушкам ни к одной не было спортивного интереса, вот как у нашего Александра? Вот понравилась вам девушка и вы хотите добиться ее, как самец, мужчина? Ну, та девушка, которая мне нравится, я добиваюсь ее Ну, все-таки все же начинается с дружбы, правильно? У меня же есть чувства Это же не просто так, давай я тебя добьюсь и я уйду Но дружить мы с тобой не будем Как вы относитесь вот к такому роду отношений, Анфиса? Я считаю, что все-таки, хотя и мужчины, и женщины полигамны, но женщины все-таки, женщинам приходится выбирать себе мужа, будущего отца, детям И поэтому они склонны привязываться, и даже если отношения изначально были секс по дружбе, потом привязываться И ожидает нечто большего Я боюсь, это у вас будет не первая, не последняя такая история Саша, вы боитесь просто остаться один? Это как какой-то запасной вариант? Нет, я не боюсь остаться один Дело в том, что, смотрите, когда люди в отношениях, они пытаются что-то друг от друга отскрыть А когда вы находитесь в дружеских отношениях, вы показываете такой, какой ты есть И дальше уже человеку выбирать, хочешь ты с ним быть дальше или нет То есть это выбор Это выбор, который каждый делает сам И мне кажется, что выбор все-таки в пользу дружбы без секса А следующий наш гость, вот просто мой герой Потому что он смог идеально выстроить отношения со своей подругой И не нужно им никакого секса, мучений, выбора, ревности и так далее И тому подобное Встречайте Георгий Дайте, пожалуйста, Георгию микрофон Расскажите свою историю Вы знаете, я действительно верю в дружбу между мужчиной и женщиной Во-первых, откуда берется дружба? Дружба берется на взаимовыгодных условиях, когда мужчине нужно что-то от женщины, но без секса Я вот объясню, наверное, у меня есть подруга, с которой мы познакомились довольно-таки давно, лет 8 назад У нас была общая цель, мы хотели на сцену, да, мы хотели выступать А мы записывались в одной студию одного и того же сфант-продюсера И мы к нему, я со своей стороны, она со своей стороны приходили и говорили Сделай что-нибудь, мы хотим вот громко говорить всем, что мы вот артисты, мы певцы и мы хотим И он нас соединил без нашего ведома, грубо говоря, в дуэт Мы записали песню и после этого мы начали выступать на разных мероприятиях И мы очень действительно, то есть мы выходили на разные площадки Мы на разных каких-то условиях находились всегда И у меня всегда была какая-то половинка, и у нее И мы все это время всегда дружили То есть вот уже на сегодняшний день она вышла замуж, она счастливая мать Я как бы на сегодняшний день холост Вы пока не счастливый отец Я пока не счастливый отец, хотя очень хотелось бы Но мы... Спасибо Вот, и мы... у нас никогда не было этого влечения Мы сразу себе поставили, что у нас есть работа И между этой работой, чтобы не вставала ни любовь, ни какие-то сексуальные влечения Чтобы мы не теряли вот эту нить, ну, искусство, да У нас никогда ничего не было, и мы не хотим этого Это очень правильно, я считаю Георгий Алексей, у меня вопрос, Георгий Получается, что тема нашей сегодняшней программы Это секс по дружбе У вас же рабочие отношения В рабочих отношениях секс не так уместен Потому что он портит рабочие отношения в последствии, как правило И плюс к этому выясняется по вашему рассказу Что в течение вашей совместной работы То у тебя, то у нее были половинки Может быть, сопутствие всех этих обстоятельств И не привело к тому, что вы все-таки подружились по полной программе Алексей, а вы сами-то верите в то, что вы говорите сейчас? Да, конечно Конечно, я его абсолютно поддерживаю Прямо с языка сняли Отлично, спасибо Я не буду никак это комментировать Потому что это вообще очень странно Вот смотрите Георгий, он же каждый вечер не созванивался со своей подругой Говорил, слушай, я пытался записать трек Алена, подожди, чтобы дружить с человеком Не обязательно созваниваться каждый день У меня есть такие друзья Не спать тоже не обязательно созваниваться каждый день Раз, я сейчас говорю, Алексей, спасибо большое Не надо постоянно видеться Не надо постоянно созваниваться Есть такой друг, которому ты звонишь раз в месяц И вы все равно остаетесь друзьями В этом-то и есть принцип Ну это старые друзья Это старые друзья, понимаешь, Олечка Старый друг, лучше новых двух А как можно дружить, общаясь один раз в месяц? Давай, вот наш эксперт Эксперт у слова Кто такой друг? Это тот, с кем, наверное... Хочется поделиться самым сокровительным Ну это может быть в вашем понимании так И мы хотим так Но обычно это один накосячил, допустим, а отвечают оба То есть выгребают, как это говорится То есть это вот мальчишеская такая дружба приблизительно То есть я несу ответственность за твои какие-то поступки Ты как-то поступил, что-то там провинился, а мы отвечаем оба Вместе выгребли, что называется Вот речь тогда идет о парне и девушке, которые дружат И они где-то, допустим, там Кто-то из них плохо себя повел, девушка, допустим А парень должен за нее заступаться Вот где-то дружба может просматриваться Да, но у Георгия это, ну, прям-таки отношения с коллегой, я считаю Хорошие, теплые, дружеские их можно назвать А мы с Ницем думаем, что у Георгия, да? Самые настоящие, правильные позиции Давайте поаплодируем Анфиса, как вы говорите? Я считаю, что с Георгием все в порядке Как уже правильно сказал Алексей, тут Так, может быть Подождите, может быть вы все-таки пересядете на нашу сторону? Анфиса считает, что это рабочие отношения, правильно, Анфис? И мне кажется, все-таки Георгий нам что-то не договаривает Дружить с прекрасным полом и не иметь за душой какой-нибудь мыслишки Просто Георгия не хватило на 900 девочек Ну хотя бы Алексея, надо было Алексея Нет, Георгий мне кажется, что-то не договаривает Разве вам не хотелось как-нибудь взять свою подружку за ручку? Опять же, возможно, в тот момент я тоже находился в отношениях И какой-то, ну да, вот одна жизнь, одна любовь Есть такое высказание глупое, кто-то его придумал Но, собственно, наверное, когда вот я учился, у меня была, да, какая-то там любовь своя вне этого всего Но ведь прошло время, и мы с этими девчонками, да, тоже где-то встречаемся У нас какие-то есть дружеские контакты Ну, ну нет такого, что вот надо, давай, ну, ко мне вот лично, ну, вот один раз в жизни Не было триггера такого, который был Поступило предложение, давай переспим по дружбе Вот честно, вот, я не знаю, такое Так, я не могу понять, это вроде бы нормально А вроде нет, я отказал, знаете, ко мне поступило предложение Ольга, как вы считаете, может ли действительно вот так вот мужчина просто дружить с цветником прекрасных дам и даже не задумываться о каких-то... Ну, вы знаете, наверняка в сердце мужчины в этот момент просто уже кто-то есть, и мужчина правильно делает, что скрывает это Но, вы знаете, мне кажется, что еще нужно подчеркнуть такую вещь Часто большинство мужчин хотят дружить, чтобы иметь секс без ответственности определенной Большинство женщин хотят любви Поэтому мы должны что-то выбрать среднее Вот, вот та любовь и дружба, ну, скажем, вот для меня яркий пример Ростропович Вишневский Когда сказали, что они были не только супругами, но еще и друзьями То есть нечто среднее мы должны вот такое вот найти, середину золотую Потому что просто дружба, это мало, но мужчины бы хотели только любовь Этого тоже мало, о чем мечтают женщины Ой, ну, я все-таки люблю хэппи-энды И с большим удовольствием представляю нашу последнюю героиню Знакомьтесь, Светлана Мы долго-долго дружили Познакомились мы в рабочих моментах То есть я работала в ресторане недалеко от пивного магазина, где работал мой теперешний муж Ходила туда часто менять деньги Потом мы с коллективом после смены заходили, ну, как бы отдыхали там И мы с ним познакомились, просто он познакомил меня со своей девушкой Мы общались с ними втроем, они снимали у меня квартиру Мы много раз работали вместе в каких-то заведениях, там, в ресторанах И нет, не было ни намека, вот, кстати, с его стороны За что я на самом деле его очень уважала как мужчину Потому что вот я чувствовала, что все-таки симпатия какая-то была, она проскакивала Но он настолько себя всегда аккуратно, сдержанно вел И по-дружески меня очень много раз выручал И в определенный момент, то есть мы разъехались также по разным городам И я жила с мужчиной, он жил с девушкой, мы переписывались Это была очень проникновенная переписка, в которой мы советовали друг другу Как спасать вообще вот отношения Я ему как женщина советовала, что сделать, какой подарок девушке своей Он мне тоже советовал, как поступить, чтобы мужчина вот понял Донести свои мысли, донести свои правильно желания до мужчины И в определенный момент, когда я вернулась с Питера, он вернулся с Москвы Мы просто увидели друг друга и в эту же секунду поняли, что все, все, это любовь, она началась Очень милая история Это было очень страстно, но Лекс его было много, он был двухмесячной долгой Одобрительно кибала в этот момент Оля, наш психоаналитик Скажите, пожалуйста, что вы скажете по этому поводу? Вы знаете, конечно, слушая героиню, я понимаю, что то, как они переписывались друг другу, подсказывали Ну, вернее, героиня подсказывала, как вот себя вести, как сохранять отношения Это уже в этот момент у них начинался флирт Они уже догадывались, что да, вот это, по-моему, мой человек То есть это уже была такого рода модель флирта И не мудрено, что, собственно, закончилось все таким интересным хиппи-эндом Более того, я вам хочу сказать, что все разговоры о сексе есть символическое занятие сексом Поэтому вот эти телефоны Прекрасно То есть у нас сегодня групповушка Ну, вырезать надо Я это слово изгибала Спасибо большое Я хотела бы прокомментировать Подождите, Алексей, я дам вам слово, но я хочу спросить у Светланы Чем же все закончилось? Потому что мы все-таки не узнали, остались ли они вместе или нет Мы, конечно же, остались вместе, мы живем в браке уже три года, у нас есть маленькая доченька, она прекрасна, она очень похожа на папу Анфиса, я смотрю, вам так очень понравилась история Светланы Душевная такая история Это вот говорит о том, что людям потребовалось расстояние для того, чтобы они наконец-то осознали, каковы истинные их чувства Вот так, может ли быть секс по дружбе и вообще нужен ли он? Или все-таки дружба это какой-то этап переходный к хорошим, теплым и замечательным отношениям? Я согласен с вами погулять, Алена Спасибо, спасибо, Алексей Я считаю, что секс по дружбе вполне имеет право быть, и он и есть Дело в том, что человек за короткое время, допустим, секунд 10 уже понимает сразу, переспит он с другим человеком или нет Вопрос в том, кто осмелится об этом говорить громко и открыто, и вопрос в том, кто осмелится это сделать Вот и все И я совершенно не согласен с Ольгой на тему того, что если было много партнерш, то это плохо Нет, это, блин, хорошо Алексей, скажите, пожалуйста, о вашей ставке, вот вы увидели Алену и... Да Это был ответ Ладно, так, Аленушка, все прекрасно Давай все-таки узнаем, что же получилось у нашего мастера-визажиста Эльвира, возвращайтесь с моделью к нам Давайте мы посмотрим на ваши труды и расскажите, пожалуйста, что девушке следует выделить в своем макияже, чтобы пойти вечером в клуб, например В первую очередь, когда я увидела эту девушку, увидела, что она в косухе, я сразу поняла, что это должно быть что-то дерзкое И я решила сделать смоки, такой бордовый, с пигментами, и я думаю, что ей очень к лицу То есть акцент на глаза? Акцент на глаза, да Очень выразительные глаза Контуринг Спасибо большое, Эльвира Я думаю, у нас получился замечательный образ Историй на сегодня более чем достаточно Дорогие друзья, только вы сами можете выбирать те отношения, в которых будет комфортно именно вам Наши герои сегодня были искренними, а эксперты – профессиональными Было интересно Спасибо всем участникам! А я хочу пожелать нашим героям всегда выглядеть на все сто и чувствовать себя комфортно именно в тех отношениях, которые они выбрали для себя Всем-всем в этой студии и нашим телезрителям желаем счастья и большой любви Это была программа «Чат-девчат» Пока! Увидимся!